Это самое главное, чтобы люди знали, потому что много есть арманов, много людей в кармане. Если сегодня люди пришли сюда на земле, значит пришли не кладемого, и это самое, чтобы они пришли сюда. Впереди, заметили, много из наших родителей сегодня пришли с детьми. Почему? Потому что, с одной стороны, они пришли, это самое, просить, да, что они заработали. Детей не с кем оставить, без того, чтобы сейчас эти дети перед ведом, детка в армии, и остались в директ. Значит, не родители, это сумма как-то, чтобы вся его ребенка уходить сюда. Это разница, хорошо, это нет. Кстати, дальше. Помню, когда я была обрисована, например, когда мы были с тобой, Мы все равно работали, мы все равно работали, мы все равно работали. Это тоже, это самое выгодное, это самое, как знать об этом, если что, мы своих товарищей должны поддержать. Мы не требуем, мы требуем свое. Вы знаете, вот сколько я вот тут по ожидания стояла, тут по площади, это самое, как толкали. Скажите мне, пожалуйста, тут даже это самое, допало. Какая разница между дами и между того гибалида? Он уходит, хочет и просит, это самое, как деньги для жизни. Мы ходим и просим свое, то, что мы заработали. Разве это преступление? Это, по-моему, не преступление. Значит, дальше. То, что никто с Кишинева не пришел сюда, в том же числе профсоюзов, это очень плохо. Это приводит пренебрежение перед людьми и неуважение. Значит, дальше. То, что там кто-то говорил, что надо закрывать дороги и так далее. Нет, это самые дороги, нам не надо закрывать. У нас экономика в республике и так уже на нулю. Нам просто надо идти по закону, по закону, по закону. Если не дойдут, давайте предпочтить, что все-таки мы люди, и это самые, когда мы вместе, и это самые стабильные станции и так далее. Я, например, лучше ждала сегодня встретиться с господином Топало и просто ему хотела задавать чисто такой вопрос. Как жить нам? На что жить? Вот этим людям, нашим детям. Как жить? За что? Нас просто толкает на преступление, ворование, что я не знаю. Он на 34 тысячи живет. Да, дело в том, что я еще раз повторяюсь, мы железнодорожники, очень нестабильный народ, и мы знаем, что хорошо и что плохо. И, конечно, на город снова не пойдем. Но требовать свое, честно, то, что мы забудовали, мы даже это самое требуем. Во-первых, и больше с тем, что все-таки есть телевидение, мы просим данную защиту через телевидение, потому что в понедельник будет, значит, начнем. Спасибо. Что-то еще хочет высказаться? Может, кто-то из народа еще хочет высказать? Посмотрите, мы забрали все в нас, и мы должны говорить. Я и запрошу. У меня есть грязи, но вы чисто достойны. Уважаемые железнодорожники, но мне очень приятно видеть этот народ, который собрался. Я вспоминаю... Не знаю, услышно, не слышно. Я вспоминаю... Словам Владимира Ильича Ленина, когда создается пик революции, когда вверхи не могут руководить, а низы не хотят жить. Поэтому мы сейчас находимся в пике революции. И поэтому надо предупредить этих несчастных руководителей, которые там находятся, которые, считаю, сейчас нас запыдло, не захотели приехать сюда. И я считаю так, что в конце надо сделать такую революцию. В случае невыполнения вот этих обязательств, которые требования есть, надо выйти на дорогу, разбирать рельсы, и объявить им войну. Правильно. Я считаю так, что надо сплотиться, надо сплотиться, выйти на дорогу, перекрыть. Не надо бояться. Ничего, никого не надо бояться. Они уже... ...не существует. Вообще не существует. Понимаете или нет? Вы лишились условия медицинской помощи. На вас плюнули. И вы сидите на солнце тут, пететесь и думаете, что надо дальше делать. Надо объявить войну. Есть у кого ещё желание обратиться к нашему вопросу. Или вот так и делать. Вот так надо делать. Никакие инстанции не помогут. Наскрулили они нас в большой горы. Инстанции. Надо останавливать все движения. Всем узлом, всем узлом, все службы, чтобы завтрашнего дня не выходили, вышли на работу и не работали. Вот это будет, тогда не пойму. Это будет реальный действитель. Убытки, они сидят, мурышат. Они первые нарушили закон. Сколько уже по зарплате? На 15 дней имеют права. На 4 месяца, на 4 месяца, на 4 в конце концов. Вот этот молодой был, что-то палый. Он уже держал зарплату, он все перешел в министр финансов. Делал сейчас? Да. А с другой стороны, сколько дизеля? У нас раньше была и премия, хоть какая-никакая. Сейчас не премия. Сор-клапа не дает, и тоже уже премии. А за 3 тысячи, пускай вот кто-то из них посадить их на 3 тысячи, пускай посидят. Потому что все же их мужики. И потянут детей, а будут их одеть. И сейчас съездят куда-то, как они привыкли ездить, на курорты. Где начальник узла вообще? От начальника узла вообще, что мы будем с этой дороги, мы его поставили. С хорошей зарплатой, с личным автомобилем, правильно? Пожалуйста, кто еще хочет выскажаться, ребята? Не стесняйтесь, подкатите, высказывайте. Все-таки, я надеюсь, у нас услышат, услышат и поддержат. И другие узлы, и вообще... ...человек, и с нами нельзя вытирать ноги. Об нас нельзя вытирать ноги. Мы действительно на сегодняшний день работаем на 3 тысячи лень, когда секретарша или кассетка, кто-то за банки, девочка, что имеет 18 лет, она получает 5, 6, 7 тысяч. Мы имеем мизерную зарплату и право, нам не хотят платить свое время. Такие ответственность какая, вы понимаете? Я вас многих знаю, много лет проработал на железной дороге. И хочу высказать такое мнение. Дело в том, что говорили, что, ладно, коммунисты были, воровали, но мы работаем. Потом другая партия там уже уничтожала то, что мы достроили, короче, рельсосварочный. Потом эти либералы добивают уже то, что достроили завод железобетонных шпал, уже закрыли. Завтра стоят в стороне. Он завтра ему скажет, так, вступаешь в нашу партию, значит, будешь начальником. Не вступаешь, значит, ты будешь за забором. Так? Почему? Почему начальство? Вот сейчас, да, дослышались, как говорят, профсоюзы немножко, что стали на сторону людей. Спасибо вот Андрею, я его знаю десятки лет, да. А остальные где профсоюзы? Почему они не действуют? Дело в том, что, дело в том, что профсоюз это избранник народа. Профсоюза ум. Почему? Не один профсоюз и ездит в сторону профсоюза, он имеет, конечно, в себе солидный оклад. Этот, допустим, начальник узла, почему он не собрал весь коллектив узла, не сказал, что он я, начальник узла. Узла поставленный, у меня там 10 тысяч оплат, персональная машина, там, кто все, что ездит. Неужели у нас не было такого специалиста, своего, ставленника? Почему народ не может избирать того же начальника дороги, главного инженера, который специалисты? А избирать тот, что пришел, он работал пастухом или нет, он работал ветеринаром, он становится министром транспорта. Почему народ вообще молчит об этом? Для чего вот это что, что вот мы собрались за, нам не дадут зарплату, хоть вы становитесь, ему все равно. У него весь транспорт в Кишинево, утопали, вам свободно можно жить. Дело в том, что если еще вам дадут зарплату в течение месяца, за 4 месяца, вот вы считаете, сколько у вас подоходного уберут. Это, считай, одной зарплаты нету. Это не наши проблемы, да. То-то и дело, что они остаются только нашими проблемами. За 2 они говорят. Так что, благодаря Андрею, что он немного собрал этих людей, и надо, чтобы не только вот именно ПЧ, профсоюз, где все профсоюзы. Вот, 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 вот. Нет, вот, 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 вот еще есть. Остальные все молчат. Почему они молчат? Это потому, что я завтра с ним сработаю. Я восстанавливаю дебятеля, люди не имеют чем сработать иди домой. Подождите, мы забрали. Дебятеля, дебятеля им в маршрутке сказали поставить маршрутки, потому что у него взятокарный весь город в маршрутке. Он сказал, будут маршрутки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Одним словом, шашки в народе ковырячего рыба портится с головы и очистит ее с хвоста. Поэтому мы желаем отступать. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто еще имеет желание высказаться? Я прошу, я прошу заявление о том, что вам нужно подписаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Если нет больших желающих, я очень хочу поблагодарить нашего коллектива, за то, что они поддержали данную акцию проекта. Я беру на себя обязательство подготовить восстановляющую часть. И попрошу председателей профсоюзных комитетов в ПЕСКО в ЛЕСКО Остановление готовить в сегодняшнем укреплении требования. И спасибо всем за внимание. ПЕСКО в ЛЕСКО Есть еще такое предложение, что мы коллективно писали письмо в ПЕСКО в Национальный профсоюз Молдовы, профсоюз железнодорожников, начальников Министерства, начальников Министерства. И если не будет никаких движений, можно писать обращение международная организация по праве человека. ПЕСКО. Субтитры сделал DimaTorzok